Музыка Ну вот мы находимся в молодом черешневом саду, который заложили, вот это третий год у него, роста, получается, этот год будет. Заложили его два года назад, соответственно, весной. В основном формируем по традиционной разреженной ярусной системе. Еще он не обрезался в этом году. Но решили проверить и некоторые другие способы формировки, которые рекламируются или предлагаются. Вот один из таких способов – это пирамида фугеля. Значит, он не требует никаких дополнительных каких-то сооружений, ни пальмед, к которому он должен привязываться, значит, ни проволоки натянутые, ничего. Теоретически, значит, дерево растет свободно. Ну, используют растяжки ветвей. Значит, в чем он состоит? Закладывается первый ярус из трех ветвей, так же, как в разреженной ярусной кроне. Не стоит только разница, что разреженная ярусной кроне тут старается, чтобы ветви хотя бы сантиметров на 10 отстояли друг от друга. А тут у нас они практически пошли из одного места. Значит, эти ветви должны расти горизонтально. Вот с помощью, значит, шпагата эти две ветви отогнули, они растут горизонтально. Третья, конечно, не пошла. То есть, как только тут, наверное, шпагат не цепляли, она тонкая была, она не растет горизонтально. Дальше, по задумке, значит, автора этой пирамиды, отсюда должны из многочисленных почек пойти вверх побеги однолетние, а дальше потом эти однолетние побеги подрастают, соответственно, или, если они не ветвятся, вот остаются, как вот здесь, только всю длину должны покрывать. И, значит, еще вот тут теперь будут закладываться букетные ветки, на которых будет идти плодоношение. Ну и, соответственно, следующий год мы должны тут убирать урожай. Ну, пока, значит, потом здесь делается пропуск, удаляются все, примерно 1,60 см, удаляются все-все-все почки, чтобы тут было пустое пространство. И также подобным образом должны формировать второй ярус из трех ветвей. Вот здесь попробовали формировать с помощью прищепок, видите. Значит, не сработало. Прищепки стоят, распорки вроде, но они не растут горизонтально. Все равно стремятся расти вверх, как требует черешня. Значит, не получилось того, чего мы хотели. И самое главное, вот тут нет покрытия этими однолетними побегами, тут вообще оголенные зоны. Поэтому не понравился нам этот способ формировки, мы от него отказываемся. Не будем больше им заниматься, сложно. И не получается так, как гладко было на бумаге. Ну, появились овраги, вот, видите. Еще недостаток, смотрите, вот врезаются, вот шпагат надо его, то есть опять в течение лета плясать вокруг этого дерева, ослаблять шпагат, потому что рост идет интенсивный. Вот он врезался уже. И там врезался, и разорежься его, пожалуйста, удалить. А то он перетянет ветку со всеми, и она засохнет. Вот так. И вот тут тоже. Не понравилась нам пирамида Фогеля. Фогеля, мы ей больше заниматься не будем. Потому что теория, практика, значительно отличается от той теории, от того предложения. Ага, даже вот так вот. Глаза, глаза только ледят. Прямо так вот, тихонечко сверху. Завлените чуть-чуть, разрежьте, она зарастет даже. Ну, а сейчас мы с вами стоим перед формировкой, которая на данный момент нас заинтересовала, которой мы будем дальше продолжать формировку по этому способу. Это так называемая куст Кима Грина. Значит, в чем он состоит, сущность его? Мы, наверное, уже в прошлый раз рассказывали. Значит, саженец при посадке срезают где-то на 60, 50, 60 сантиметров. Вот он был когда-то срезан. Вот, 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 вот тут вот, видите, вот он. И, соответственно, с него пошли боковые сильные побеги. Потом, в следующем году, то есть в прошлом году, их срезали еще раз, вот тут отступя. Вот они на одном уровне все срезаются. Вот посмотрите, обратите внимание. Вот они все срезаны. И еще больше побегов, сильных, однолетних побегов, пошло на вот этом вот дереве. Значит, предполагается, что на дереве будут оставлены 15-20 побегов в зависимости от силы самого дерева. Ну, тут они, эти деревья, растут сильно. Вот это тоже, наверное, связано с особенностями, что таких обрезали. Приживаются хорошо, растут сильно. Некоторые чересчур сильно. Вот пример этого. Значит, следующий этап формировки состоит в том, что все побеги у нас примерно получились из-за случаями этого одинакового роста. Значит, их где-то удаляет 15-20%, то есть пятую часть их длины. Все на одном уровне. Ну, давайте, Ира, все примерно на одном уровне, чтобы была плоская вот тут вот вершина. Сначала про толстую бы сказали. Про толстую скажем потом. Вот все эти удалим. Толстую пока не трогаем. И вот тут вот, там вот проходите. Так. Вот эту. Ну, а вот этот вот, смотрите, этот мощный побег. Это опять черешня стремится восстановить свой статус кво и расти деревом. Значит, мы его срежем сильно. Где-то он опять вот так вот почек, чтобы из него пошли боковые почки, которые увеличат у нас количество однолетнего прироста. Значит, в чем особенность дальше формировки состоит? Опять из верхних почек у нас пойдет однолетний прирост достаточно сильный. Вот эти вот почки все превратятся у нас в букетные веточки, на которых на следующий год будет урожай. В удобном месте. В удобном месте. Удобно убирать. Слабые совсем ветки, которые есть, мы удаляем совсем. Вырезаем или на кольцо, или на несколько почек. Ну, на кольцо тут мы вырезали. Вот. И пеньки, и пенек он тут тоже вырежется. Это сухой остался. Вот этот и вот торчит вот тут. Сухой режется, тяжело. Наклоняете его. Вот так. Чем он отличается? Он по формировке похож на испанский куст. Разница только в том состоит, что кустки магрина мы боковых веток в принципе особенно не допускаем. Дальше будет в один побег формировать Тут, которые вырастут, будем обрезать на несколько почек А на испанском боковые допускаются, на них тоже урожай Но куст, мне кажется, будет загущаться Ну посмотрим, может быть, одни кусты будем по такому способу сделаем Вторые по такому, и потом по урожайности посмотрим На следующий год, в принципе, должен быть урожай Еще один похожий куст, вот тут вот есть, вот давайте к нему подойдем Тут несколько деревьев таких козлов мы делаем Вот, смотрите, ну, принцип тот же самый будет Единственное, вот эта ветка сильная, мы ее потом срежем опять Ира, сразу срезайте ее, вот так, наверное Вот, остальные все будем резать на одном уровне, мелкие будем удалять Ну, я не знаю, резать, наверное, не стоит Сейчас, мы уже показали на том кусте Значит, тут веток гораздо больше Ну, режьте, Ира, приблизительно Сначала мелочь всю, да Ну, эту там тоже можно Эту на несколько пучек, смотришь, вот так Ну, все остальные приблизительно удаляйте Тут их много, сильно резать на 15% То есть, вот так, и все под одну меряем Чтобы плоская вершина получилась Никакая ветка не получила преимуществ Все? От и не Вас Угу Ой Б然 она не казалась Еще и часы Субтитры подогнал «Симон»